Продолжение следует... Множество волшебных и мифических существ. Например, даже в нашем городе их можно увидеть. Кирунда какая-то, не бывает такого. Спорим? Спорим! Для начала давай с тобой разберёмся, что такое миф и кто такие мифические создания. Миф – это сказание, повествующее о представлениях людей об окружающем мире, о богах, героях, об устройстве этого самого окружающего мира. Слово «миф» греческого происхождения и обозначает повествование. Мифы многих народов мира на протяжении многих веков передавались от поколения к поколению, развивались и усложнялись. Ну вот, например, какие мифы ты знаешь? Ну, например, Древней Греции или Рима, даже Древнего. Правильно. На самом деле у всех народов есть свои мифы, предания и легенды, в которых присутствуют мифические существа. Вот каких ты можешь назвать? Ну, крифоны, кентавры, русалки. Молодец. Совершенно верно. Их множество, великое множество. А ты знаешь, что все существа, которых ты назвала, это химеры? Кто? Химеры – существа, состоящие из двух или более, казалось бы, совершенно неподходящих друг другу частей. Например, кентавр – это наполовину конь, наполовину человек, а русалка – наполовину человек, наполовину рыба. А грифон – наполовину лев, наполовину орех. Точно. Кстати, именно грифоны – одна из визитных карточек нашего города. А встретить их можно, например, на Банковском мосту через канал Грибоедова. Грифоны считались самыми надежными охранниками золотых кладовых. Именно поэтому они были установлены в том месте, где раньше располагался ассигнационный банк. А теперь находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Также грифонов из бронзы мы увидим на университетской набережной, напротив здания Академии художества. Здесь грифоны украшают каменные скамейки, установленные по бокам гранитной улицы, ведущей к Неве. Интересно, что в конце 19 века скульптуры грифонов исчезли и только в 1958 году по сохранившимся иллюстрациям была выполнена отливка скульптуры в литейной мастерской Академии художеств и установка изваяния фантастических животных. А я слышала, что крылатые львы могут исполнять желание. Надо всего лишь засунуть им руку в пасть и погладить по голове. И желание обязательно исполнится. Ничего себе! Почему бы не попробовать? А страшно не будет? А кто это там на набережной Академии художеств? Это сфинксы, существа из египетской мифологии, с человеческой головой и лапами и телом льва. Именно эти очень-очень древние. Они были высечены из гранита 3500 лет назад в Древнем Египте. Тогда эти статуи стояли у входа в храм фараона Аминхотепа III. Говорят, что лики сфинксов – точный портрет этого самого фараона. У сфинксов на набережной высокие царские шапки, широкие ожерелья и накладные бородки. Такова была мода в Древнем Египте. Ничего себе! А как же они попали в наш город? Прошли десятки веков, и сфинксы были засыпаны песками. Но в начале XIX века их откопали и выставили на продажу. С одобрения царя сфинксов купил и привез в Петербург русский офицер и путешественник Андрей Муравьев. Морское путешествие длилось целый год. А когда скульптуры прибыли в Петербург, их установили на университетской набережной, а на постаментах высекли. Сфинкс из древних фиф в Египте. Привезен в град Святого Петра в 1832 году. Из всех мифических существ именно эти древние сфинксы в Санкт-Петербурге имеют наибольшую историческую ценность, ведь их возраст около 35 веков, 14 веков до н.э. и 20 столетий в наше время. И они по праву считаются одними из символов северной столицы. А сколько всего сфинксов в Петербурге? Ну, давай посчитаем. Самые древние на университетской набережной. Точно! А вот самыми первыми были изготовлены сфинксы, которые сейчас стоят во дворе Строгановского дворца на Невском проспекте. Есть целый египетский мост через фонтанку, который украшает целых 4 сфинкса. А самые маленькие сфинксы притаились на шлемах статуи богини Мудрости Минервы, которые украшают крыши Академии художеств и главного здания Российской национальной библиотеки. Ого, как много! А ведь это еще даже не все! Да. Ребята, может быть, вы тоже знаете, где в Санкт-Петербурге еще есть сфинксы? Тогда пишите в комментариях. А ты знаешь, что Петербург строился как морская столица России? Поэтому в его украшениях так много водных элементов. А морские существа тоже есть? Да. Например, русалки. Они украшают решетки Аничкова и Литейных мостов. Или вот гиппокампы. Гиппокто? Гиппокампы. И это такие морские кони. У них есть рыбий хвост. Передние ноги у них лошадиные. А вместо копыт у них лягушачьи перепончатые лапы. И часто их изображают в упряжи бога Марии Нептуна. Я знаю, знаю. Такие есть на решетках Аничкова моста. Точно. И на решетках Благовещенского моста тоже. А вот на мосту Ломоносова морские кони имеют еще и крылья. И прячутся на фонарных столбах. А я вспомнила еще одно место, где видела их. Фонтан в Петергофе. Да, там они тоже есть. А еще на нескольких фонтанах Нижнего парка Петергофа присутствуют тритоны. Согласно греческой мифологии, тритон – это морской бог, сын Посейдона, которого было обычно изображать в виде получеловека-полурыбы с головой и туловищем человека. Но вместо ног у него был рыбий хвост. Они так же, как и гиппокампы, есть на фонтане Нептуна. А еще присутствуют на Большом каскаде. А я тут недавно прогуливалась по Петровской набережной и видела таких странных львов. Это китайские полульвы, полулягушки – шица. Они считаются хранителями семейного очага. Их привезли в наш город в начале 20 века из Маньчжурии. Кстати, ты знаешь, что один из них – это мама, а второй – папа? Попробуй угадать, кто из них кто. И вы тоже, ребята. Смотри, у одной из статуй у ноги находится маленький львенок. Значит, это мама. Правильно. А еще шица есть в саду Дружба на Литейном проспекте. Кстати, там располагается стена с девятью драконами. Ух ты, какие красавцы! Только они какие-то непривычные. Да, китайские драконы несколько отличаются от привычного нам образа. Но знаешь, а ведь в нашем городе нашлось место и самому настоящему змею Горынычу. Не может быть! Только он спрятался в одном из дворов Васильевского острова. И найти его не так-то просто. Но вы можете попытаться, а потом поделиться с нами своими впечатлениями в комментариях. Чудесный дракон находится по адресу. Во дворе у дома номер 23 по восьмой линии Васильевского острова. Так настоящий! Только каменный. Будто его медуза Горгона заколдовала своим взглядом. Все, может быть. А ты, кстати, знаешь, что эта чудесная женщина со змеями вес на волос тоже есть в нашем городе? Да ладно! А она-то где? Ее часто изображают в кованом декоре. Например, ее можно встретить в ограде первого инженерного моста или инженерного замка, а еще на решетке летнего сада. Да уж, даже и не знала, что в нашем городе столько мифических существ живет. И это еще не все. У нас есть еще пегасы, кентавры. Ох, ребята! А давайте вместе пойдем гулять по нашему городу и искать этих мифических существ. А своими впечатлениями делитесь с нами в комментариях. Спасибо.